чё так это быстро делается володя ничего как это быстро вкрутил соседи володя как она быстро вкрутил девочки это он мне это клубничка повесить если я купила такой горшочек люди блин цветы покупают а я клубнику ну все а что тебе не нравится поверни как нравится к тебе за там я потом горшочек протру вещь да я знаю ну повесь что-то так она как-то криво висит ну все нормально блин минутное дело я за тобой сколько ходила ужас девочки у нас сегодня обед будет готовить володя чего да свой любимый я вам потом расскажу ну твой любимый ты в сколько уже его не ел лет сколько лет но мы как вернулись монхайма сколько два года назад да нормально она висит я потом поправлю она под солнце выравниться ну походь чтоб так весел повесить так девочки всем привет у нас уже обед мы готовимся к обеду у нас сегодня что ты опять смеешься скажи да всем привет я готовлю сегодня обед привет 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 что я готовлю это быстрая ну что ты там вымеряешь ты еще этот вас арвага возьми и что там конкретно на полосочках бафа наливаешь девочки вы не представляете как долго мы вчера искали нашу фритезницу он оказался на чердаке мы как переехали в дом у нас же сабрина сразу пошла заниматься фигурным катанием и помощь для нас был табу и мы его не жарили у нас его папа жарил только тогда когда мы уезжали шумит на улице наверное когда мы уезжали я скажу в лагеря он опять приколится когда мы уезжали в спортивные лагеря и поэтому мы только тогда вернее не мы папа нас только тогда доставал фритезницу и жарил себе помощь потому что он скучает по помощи а вчера он не говорит давай сделаем помощь йогу ну хочешь давай стали искать фритезницу нашли помыли ну да быстро но очень не очень это не нездоровая пища он поехал купил ну да вся германия есть я понимаю мы едим очень редко я наверно помос не ела но если не соврать ну лет я не звалку нет наверное но 56 точно не ела по крайней мере последние два года который когда мы переехали с манхайма суда сабрина и обратно последние два года я мы точно ни разу не делали полос даже папа наш поэтому он вчера соскучился и говорит давай говорит пожарим полос я внула выдавать и поэтому сегодня он у нас занимается вот этим вот обедом шкварчит мы решили на улице жарить чтобы дома короче говоря запаха не было вот не надо все вызывать давай лучше в два этапа а то будет сильно этот килограмм это не 750 как мы обычно покупали сто лет назад где-то локтем въехал у тебя локоть грязная ты слышал меня потом кинь ее в стирку я постираю машинка постирать что ты там делаешь ладно не будем мешать пусть делает на улице когда солнце прячется прям реально холодно девочки я себе сделала коктейльчик уж до обеда я сегодня сижу и просто жду обеда наш папа сегодня хозяйничает давай вытаскиваю я наверно пока пума занесу в дом чтоб сильно не остыл до солнца прячется салфеточку положить давай до аппетитная что плохо то что они удобно там тебе это держать все девочки мы будем кушать там сонечка тоже на улице гулять это еще не замерзла мы все-таки решили на улице покушать потому что когда солнышко выглядывает тогда хорошо все-таки на улице мы садимся быстро кушать потому что на улице ветерок а мы хотим покушать горяченькая да я вот тут на уголочке сяду все всем приятного аппетита только мой как мой коктейльчик ты чё будешь рекламу смотреть во время в процессе в процессе трапезы обеденной да мы скушаем всем приятного аппетита это я вчера нового это надо за перекладины за толстые брать а ты берешь за тонкие перекладины я вчера настирала экономлю девочки электричество вчера не засунула сушилку а сушу все на улице а а володя сказал надо на солнышко поставить я просто на это убирала вчера на ночь сюда поближе она вчера не успела высохнуть девочки я ловлю момент из я ловлю солнечные ванны и поэтому я сейчас лежу и загораю девочки у меня сегодня ревень мне свекровь вчера передала у нее и мне передали ну сказали может компот сваришь или пирог испечешь поэтому не в огороде растет она сказала в этом году прям такой хороший-хороший она нарезала фото из нахе предложила то отказалась но она решила предложить мне но верни володь но володя взял но мне теперь жалко выбрасывать я наверно сделать его сейчас пирог ну чтобы его делать сначала его надо вот так есть почистить а то вот эти вот вот эти вот это вот кожица не знаю как правда сказать правильно сказать вернее она будет такой как волос попадаться если ее не почистить кто еще пикет пироги с рабабарой рабабара это по-немецки бойма такая кислая знаете я люблю с ревенью пироги они такие кисло-сладкие а я люблю кисло-сладкое все такое что яблоки раньше помните мы кушали я не знаю кто а мы по крайней мере когда виноград обрезали папа у меня всегда занимался этим делом он обламывал не обрезала обкара обламывал эти какие-то побеги новые очень я не знаю как там виноград это обламывается и мы всегда вот эти вот палочки от винограда ели тоже вот так же молоденькие не надо было чистить а которые немножечко были постарше то нужно было чистить вот этот вот сильно толстый его больше может быть счищать надо в принципе пишите мне в комментариях кто еще кушал вот эти вот отростки от винограда когда обламывали не знаю мы детьми всегда их желали они были такие кисленькие кисленькие вот рабобора тоже такая же в общем не здесь как раз хватит на один пирог почистила ревень буду резать где-то такие штучки 0 5 сантиметров где-то 2 столовые ложки просто крахмала обыкновенный я беру обыкновенный картофель и я положу 250 грамм сахара потому что я хочу чтобы это было но не сильно кисло кто любит чтобы было больше кислинки можно будет положить например там 200 грамм сахара я буду ложить 250 рецепт чего и сколько я уложила и я напишу в описании под видео а тесто я буду делать свои кастрюли потому что мне так быстрее сегодня володя сегодня володя готовит а я по быстренькому спеку сейчас это все просто перемешаю и оставлю настаиваться пока буду делать тесто форму для выпечки я буду брать свою 26 сантиметров мне кстати очень часто спрашивают про диаметр формы я вроде бы в каждом видео говорю какой у меня диаметр формы или пишу под видео но люди все равно спрашивают всего я вот уже так пахнет но корицей очень вкусно попахнет корицей девочки масло я уже закинула кастрюлю свою по пачечке разрыхлителя немножечко ванильного экстракта это получая немножечко включаю на весы и отмеряем мне нужно 200 грамм муки знаете у кого такие кастрюли до меня как-то куда недавно спрашивал в комментариях нравится ли мне эта кастрюля когда насыпаете какие ингредиенты нужно немножечко время давать они короче вы насыпаете быстрее чем они взвешивают опять сбрасываем на ноль и насыпаем сахар ведь и нужно немножечко паузу делать а то можно пересыпать потому что они как-то немножко запозданием взвешивают 4 белка так как нам белки тоже нужны я сразу вот в эту чашу в которой буду взбивать чем я буду вот в этой взбивать но мне чисто так суда я сразу отправляю белки а сюда желтки я я уже помыла перед тем как начать печь используем все и желтки и белки у девочки это очень вкусно я с рабаборы обычно один раз в год что инфеку когда у нее быстро же сезон отходят это в этом году она позднилась потому что у нас как бы тепла не было а так обычно в апреле месяце уже можно печь но когда хороший апрель все выбираю программу для теста и на 45 секунд перемешиваем вот такое вот тесто получилось оно такое скажем не густое но и не жидкое видите но она такая податливая и к рукам не прилипает очень мы сейчас распределим по форме форма я приготовила и отправлю немножечко и в холодильник минут 10 все вот я разравниваю все тесто по форме и вытягиваю бортик потом еще руками немножечко поправлю если вот тут внизу остаются такие тонкие места да их тоже нужно так очень одинаковой толщины все везде делать и я потом отправлю немножечко в морозилку да но чтобы быстрее было я поставила духовку уже разогревать на 180 градусов и потом отправлю свой пирог где-то на 35-40 минут но за 10 минут до конца выпечки в общем это получается где-то через ну скажем так через полчаса я его достану и мы будем делать взбивать белок потому что у нас будет с такой белковой шапочкой все вот так вот выровняла распределила по дозе сейчас отправлю в морозилку девчонки буквально 10 минут в холодильник если в морозильную камеру то буквально 05 минут она у меня стояла не надо чтобы она бы прям сильно замерзала просто чтобы немножечко так подмерзла моя заливочка как не заливка моя начинка с рабоборой тоже посмотрите настоялась рабобора выпустила очень много соку это не страшно все это вместе отправляем в наш пирог все-все разравниваем и отправляем в духовку где-то приблизительно я говорю на 35 нет на 25-30 минут потом нам еще нужно будет еще потом 10 минут нам нужно будет допекать в духовочку вот так вот красивенький девочки а тем временем пока наш пирог выпекается упираемся на кухне я уже помыла свою кузину теперь мне ее нужно хорошо вытереть кстати девчонки я ее не закрываю никогда до конца чтобы она у меня там проветривалась скажем так чтобы там не застаивался воздух нож помыла тоже сейчас отдельно вытру вставлю его в кастрюльку девочки может кто не знает чтобы вытащить нож на кузине да хотя наверное все знают здесь есть такой рычажок его что не вижу его что вытащить вот если я хочу вытащить я его должна так повернуть и если обратно вставили чем зафиксировать еще раз все я его вставила и отправляюсь все чистенькую до следующего я уже не шаги как-то говорила да все что у меня вот это панель как будто бы вся в пятнышках да ну такое впечатление что знаете такие брызли шампанского нет это это я фоль я вот это защитная фоль и сюда кстати можно его заказать на амазоне мне карина заказывала я его просто но не совсем хорошо приклеила и у меня здесь остались а вот эти вот пузырьки скажем так и они создают вот этот вот эффект будто бы она у меня забрызгана я не могу их убрать думаю ну и ладно пусть так и будет уже как есть пока у нас выпекается на 25 минут я поставила потом будем смотреть в общем сначала через 25 минут начну взбивать белки с сахаром слышу у нас будет такая белковая шапочка и потом нужно будет еще десять минут отправить обратно в духовку на 10 минут при температуре 100 градусов и еще буквально на 10 минут правильно я сказала да еще на 10 минут при температуре 100 градусов чтобы у нас немножечко белок подрумянился высыхать белок не должен потому что у нас внутри должно образоваться такое нежное суфле похоже что-то на зефир такой в общем это должно быть такое нежненькое все девчонки у меня осталось буквально две минуты пока мой пирог стоит духовке я тем временем буду взбивать белки и миксер я не включила миксер включаем миксер девочки включаем сначала миксер а потом начинаем взбивать белки сначала на медленных оборотах а потом потихонечку увеличиваем скорость и и добавляем сахар все взбили вода в белок до устойчивых пиков и теперь мы его переносим на наш пирог пирог тортик смотрите как он девочек не обязательно его так весь гладенько размазать потому что я сейчас возьму ложку и сделаю вот такие вот девочки плохо было видно наверно да в общем белок вот так нанесла чуть не посмотрела на камеру сильно ровно разравнивать не надо потом берете ложку еще вот такие вот всякие разные волны делаете и отправляете еще раз духовку я уже убавила на 100 градусов и еще на 10 минут девочки посмотрите какая красота получилась шикарненько да девочки этот рецепт не дала одна женщина ей было уже за 80 ее даже нельзя назвать бабулькой да потому что она действительно всегда ее сейчас уже нет царство и небесное я его делала всего один раз потому что она мне на тот момент давала эту рабабару а я сказала а я не знаю чё с ней делать потому что я действительно но у нас казахстане я не знаю может быть часть растет но раньше ну короче говоря я не видела чтобы у нас где-то в казахстане рос релень и для меня короче говоря это было таким ну новым овощем овощ фрук девочки пишите это что овощ скажем овощ для меня это было что-то новое поэтому я его не сильно нет ну я его вообще не знала и я тогда сказала я куда же не знаю чё с ним идет она сказала я тебе дам хороший старик этот рецепт еще даже моя мама пекла у меня между прочим много от нее рецептов у меня есть еще один я не знаю кто не знает его из ну из моих своих девчонок из подписчиков я знаю это немцы уже более такого преклонного возраста они то точно знают этот рецепт но я не знаю кто-нибудь знает из моих я как-нибудь сделаю все только куплю там уже немножко закупиться но там не сильно много надо просто у меня эти продуктов нету дома там нужно печеньки он безлить это такой десерт делается без выпечки без ничего как-нибудь мы с вами тоже сделаем все этот в общем сейчас этот кухон остынет и мы его с вами разрежем и володя уже мы чай будем пить когда мы будем чай пить я буду подожди пошли говорит мороженого поедим я бы у нас сегодня кухон еще есть но сегодня то наверное это ну не за может быть и сильно но он еще горячий сильно сейчас мы посмотрим как он будет он прекрасно отходит тогда ну что посмотрим девочки на горячий еще не уже можно взять в руки я вам сейчас поближе покажу посмотрите какая красота чреву разрежу мне же тоже не потерпевш но он еще очень горячий но сейчас мы с вами его по-быстренькому разрежем тарелочку приготовила она Смотрите Какой ему нужно конечно хорошо остыть да но то мне же не втерпешь Ладно я попробую Горяч Девочки очень вкусно Вкуснятина Сейчас Володе скажу буду чай пить Короче рецепт напишу в описании внизу под видео В общем всем кому со мной было интересно оставайтесь на моем канале подписывайтесь Нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новое видео Ну и всем пока пока